Всем привет, чуваки! Вы смотрите ежедневные влоги Кэм Везмен. Сегодня у нас суббота! Да, и сегодня вечером у нас будет трансляция онлайн. Да, да. Надеюсь, всё пройдёт гладко, подключение, там все дела, все ваши вопросы, все будут в точку, в тему, чёткие, хлёсткие. Вот, ребят, сейчас мы идём вызволять Бутуса. Да, так мы вчера прозвали этого. Самого большого щеночка, ну в смысле самого крепкого щеночка. Потому что он уже от мамки, от своей, взял всё, что мог. Вот это понятно. Он там в два с половиной раза больше маленьких. Да, и вот его мы сегодня отвезём девочке, которая вчера нам сообщила о том, что заберёт с удовольствием щеночка. Так что... Да, мы решили забрать сначала самого большого, чтобы... Чтобы остальные, да. Мелким, чтобы осталось молоко хоть как-то, потому что этот просто на пролом идёт. Он самый большой, он самый сильный, он всех отталкивает. Он уже всё, он уже победитель. Всё, ты выиграл, чувак, пойдём, поехали. Пойдёмте его вызволять. Так что, амичи, если вы хотите себе щитка, пишите мне. Хорошие щитки. А ещё лучше, амичи хотя бы репостните. Это будет вообще большое дело, да. Эй, собакины, закакали всё. Ага. Эй. А, первый бежит. Вот он. Вот он, самый большой. Тебя-то, малыш, мы и заберём. О, чёрный выглядывает. Ай, привет, привет. Ты точно тот большой? Да, да. Да он, он. Да он, он. Бутусик. Самый шустрый. Следующий. Вот она, морда. Эй, визунчик. Но он боится сейчас. Но он боится, но на самом деле мы надеемся, мы надеемся очень сильно, что девочка, которая забирает, она очень порядочная девочка. И она не бросит его, если вдруг он там написит ей в тапки. А пусть лучше воспитывает. Ну да. Будет ей лучший друг по жизни. Ну, прям и маски такие. Ну всё, собакин. Собакин. Давай. Он дрожит и боится вообще. Пока твоя хозяйка будущего уже скоро подойдёт. Пришла добрая девочка Настя и забрала малыша. Дай бог, что с ним всё будет нормально. Настя тоже, чтобы ухаживал за ним, заботилась и всё будет круто. Всё, впереди ещё 7 штук. У-ху-ху. Это минимум. Мы ещё не знаем, что там внизу. Там могут быть слабенькие совсем, потому что мы отдали самого крепкого. Теперь мамаша будет кормить остальных. То есть остальным есть уже больше шанса добраться до титьки. Ребята, помните, когда мы были в Краснодаре, мы вам частенечко говорили о таком кафе омском, как Гагинда, где кушают вегетарианцы, веганы. Мы там были один раз, короче. Никита нам его вообще раскрыл. Наверное, куда-то отхадался, да? Мы уже блоги сливали. Да, да, да. Мы были туда на посту. Мы были на посту, поэтому мы ходили сюда покушать. Но вот сейчас... Один раз. А? Один раз. Да, теперь идём второй раз. Вон Гагинда, видите, жёлтая вывестка. Вот сюда заходить. Это напротив музыкального театра. Там Атриум, тот Алиска. Короче, ребят, мы взяли две порции щей. Они на свекле, да, по этой красной? Да, да. Два винегрета, точнее, свекольный день у нас. Да. Тыква, тыклогриль. Да? Да. Тыкляные котлетки. Ой, какие тыкляные. Свекольные. Свекольные, ещё свекольные котлетки. Короче, реально. Да, свекольные котлетки. По свекле, по свекле. А на десерт мы решили посетить Кава-Кава. Скушать что-нибудь вкусненькое. Например, тот пай какой-то. Кешью пай. Или кешью кейк. Ну и ладно. Далее, какая солнечная сегодня погода. Несмотря на грустные новости по телевизору. А здесь у нас чаёк, лемонграсс, да? Да. Зоя, халю. Взяли два... Господи, я опять... Кешью кейк. Кешью кейк. Этот супер сникерс. Вот, можете посмотреть. Здесь топ-кадр сделать, почитать здесь чего. А мы уже говорили. Да, и есть кешью кейк с черникой и лимоном. Я вообще люблю чернику очень сильно. Да. Я вообще обожаю. Ну, мне кажется, что сникерс будет вкуснее. Да, факт. И два арахисовых... Две арахисовые печеньки. Да. И ребят, чтобы... Мы не подумали, что мы игнорируем информацию всякое такое. Мы с утра уже, конечно, прочитали новости про Францию, про 7 ужасных терактов. Соболезные. Сочувствуем. И, ребятам, поменьше посещайте места общественные, где много скоплений, потому что время такое, да. Это нужно понимать и нужно обходить риск, как бы, стараться. Стараться. Особенно, когда на миллионники. Да, да. Будьте внимательны, будьте бдительны и не бойтесь, если что, не стесняйтесь, там, вызвать полицию и всякое такое. Если что, то вдруг заметим. Спасибо за внимание. Мы будем кушать. Делать лучше. Спасибо, Кава-Кава-Бар. Было очень вкусно. Реально, очень плотно покушали. Капец, реально, мы выехали из дома, когда отдавать бутусы этого. Поехали в Говинду. Я был сытый. Сели, покушали плотно, блин. Причем так много взяли. Мы как бы, ну, это... Взяли немного, мне кажется, наоборот. Да, ну, почему? Суп, винегрет, хотя нет, тыква, котлета. Свекольная котлета, это прям реально беляш. Да, это было какое-то открытие вообще. Алиска когда сказала, амперу попробовала, ну, попробуй беляш. Я думаю, как в смысле беляш, блин? Как беляш-то, свекла? Нет, ребята. Просто реально, когда ты не ешь некоторые продукты, а через какое-то время твои вкусовые рецепторы, они начинают работать совсем по-другому. И ты, например, тебе кажется, что все слишком соленое, все слишком сладкое. Какое-то, блин, слишком много вкуса. Хочется как-то все проще, еще проще. Вот, и когда ты что-то ешь, а ты это вообще никогда не ел. Например, обжаренная, да, свекла, она просто, видимо, в панировочной каких-то... Да, наверное, ну, типа с маслом жареным. Мы такое вообще не едим и никогда не ели. А беляш тоже жареный на масле, поэтому, видимо, вкус тут и немножко совпадает какой-то. Значит, не в мясе дело, в беляшета, а в обжарке теста. Раз мы сразу беляш вспомнили. Ладно, едем домой. Итак, друзья, мы уже практически готовы к трансляции. Будем писать звук на вот этот вот замечательный АКГшечку. Пресепшн 120 USB. Снимать на встроенную камеру Мака. Алиска вечерним фитнесом занимается тем временем. Аэробным таким. И я сижу, наигрываю песни, потому что программу трансляции пишем. И песни три, наверное, можно впихнуть. А что ли? Да. Ну, одно? Да нет. А может быть все-таки... Разбить на блоке просто. Да, на блоке. Я и говорю. Сначала одно, потому что сколько... Да, да. То есть сначала мы отвечаем на вопросы, задаем свой вопрос. Я спою песню. За это время как раз накопится какое-то количество вопросов. Мы начинаем отвечать. За это время еще как бы генерируется новый вопрос. Потом опять песня... Ну, новый вопрос. Песня, то есть три вопроса зададим мы, на которые будем отвечать. Три песни, получается, эти вопросы разобьют. Возможно, два вопроса зададим. И я хочу спеть песню, которую я пел только Алиске. Еще никто ее не слышал. Называется «Если кофе не остыл». Давно ее сочинил. Она уже записана здесь у меня в моем супер-мега-блокноте. Что? В карсонаре не сочинял. Нет, я записывал еще на Лозо ее. Есть демо-версия. На Лозо писал, на простой, причем микрофон встроенный. Да. Там же целая композиция у меня аж забита на самом деле. Просто нужно ее причесать, и будет вообще классная песня. Ну, по крайней мере, мне нравится. Ребята, мы еще апгрейдили свое рабочее место для трансляции. Два бука. Один снимать будет вот в таком режиме. Ребята, привет, я Сони. RX-100. О, это Алиса. RX-1. Вот тут твиттер, в котором вы будете писать свои вопросы. Это наша пища. Кстати, вот это... Нет, это мое. Вот тут вы можете некоторые написать «Трава». И то не все, потому что вот это, например, не трава. Это капуста, по-моему, да, какая-то? Это же вообще... Ну, айсберг, ну, салат, но это не трава. Это... Все, что зеленое... Все, что не мясо, то трава. Да. Но, пацанам. Все, короче, мы начинаем сейчас без... Без пяти. Девять. Да. Мы решили за пять минут раньше. Да, ну, чтобы как бы... Пять минут на технические такие штучечки. Трансляцию начать! Итак, друзья, торжественный момент. Снимай сюда. Начать запустить трансляцию. Так, ребят, если вы уже видите трансляцию, всем большой привет. Снимаем все на влог. Сейчас мы начали заранее, за пять минут, буквально до официального начала. А вот... Вот, только сейчас пошла. Нет, она пошла, то есть, тут же с запозданием. А. Все, мы в прямом эфире. Отлично. За это время, ребят, вы можете уже начинать задавать свои вопросы в Твиттер. Че, мы всю трансляцию снимать не будем? Вот. ОБС, включим. Сони РХ-100 М4. Знакомьтесь. Да. Передает вам всем приветы. Все, ребята, мы только что закончили трансляцию. Один час тридцать восемь минут. Максимум что-то сто... Около сто семидесяти человек было. Всем огромное спасибо. Всем еще раз большой привет передаем теперь здесь, во влоге. Было здорово. Правда, как-то душевненько, да, получилось? Да. Да у нас, по-моему, считает, как трансляция. Ну, как-то мы по-домашнему, потому что... Потому что мы дома снимаем, наверное. Да. Вот, спел три песни, отвечали на вопросы, задали свои вопросы. Так что ссылка, я думаю, на трансляцию уже здесь в описании есть, под этим влогом. Так что переходите, посмотрите, если вдруг... Я, знаете, как-то смотрю такие длинные ролики, когда... Особенно, когда необязательно смотреть туда прям. Их можно слушать, на самом деле. Или там просто в основном аудио. Когда что-нибудь делаете. Вот, если завтра вдруг что-то делаете, или сегодня что-то делаете, включите да посмотрите. Если вам интересно, конечно. Так что ссылка внизу. А мы пошли пить Иван-чай. Теперь Миша тискает барника. Хотели барника? Вот он, барник. Привет, я барник. Это зевнул или рыкнул? Ребята, мы попили Иван чая и хотим с вами попрощаться на сегодня уже, потому что 11-20 сейчас на часах, если честно, я сейчас спать захотел, мы только закончили трансляцию, у меня заболела голова и я захотел спать, но Иван чай сейчас восстановил, не знаю, мои силы, голова не болит, но спать не хочу. Мы сейчас все равно будем смотреть Фарго и там челка еще на ютюбе, и все равно у нас в московское время. Да, нифига мы еще не перешли особо сильно, поэтому к час ночью где-то, наверное, мы сняли. Варни трется там об нас. Все, увидимся с вами завтра, друзья, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, оставайтесь вместе с нами, чтобы не пропустить завтрашний влог, завтра в воскресенье, поедем в магазин, типа рукоделия, картона и всяческих крутых штук. Нам нужен цветной картон для работы, да. Да. Покеда! Субтитры сделал DimaTorzok